Ну а теперь в рубрике «Личные финансы» поговорим о неделе финансовой грамотности, которая, кстати, уже вовсю идет. Ты когда-нибудь деньгопад видел? Вот и я нет. А вот нашим зрителям повезло. Потому что у тех, кто смотрит программу «Личные финансы с деньгами», точно все в порядке. Конечно, указать место, где банкноты будут падать с неба, мы вряд ли сможем, но вот как сохранить, заработать и приумножить, расскажем. Готовы? Тогда поехали! Кто владеет информацией, тот владеет миром. Фразу однажды произнес основатель одной из богатейших династий мира, Натан Ротшильд. Однажды, благодаря почтовым голубям, он сколотил состояние в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Во время наполеоновских войн английские акции сильно упали в цене. Однако победа «Приватерлоу» резко поменяла расклад. Первым об этой виктории в Туманном Альбионе узнал именно Ротшильд. Об этом ему сообщили шпионы с помощью почтовых голубей. Целый день он скупал через своих агентов акции по бросовым ценам, которые потом принесли ему несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. В современном мире ситуация немного иная. Доступ к высокоскоростной связи имеет каждый. И практически любое событие становится достоянием общественности. Чтобы это увидеть, достаточно открыть поисковик в браузере. Но вот как это событие отразится на благосостоянии граждан? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать принципы работы экономики и уметь анализировать ситуацию. Яркий пример дала нам первая волна пандемии коронавируса. Помните, как все ринулись закупать сначала гречку, потом имбирь и лимоны? Ажиотаж был такой, что цена на те же самые цитрусовые взлетела баснословно. Тот, кто сохранил спокойствие, сохранил и свои деньги. Остальные же, увы, через неделю, сидя с лимонами, наблюдали, как цены на цитрусовые вернулись к прежним значениям. Финансовый мир сегодня — это мир рисков и возможностей. Для того, чтобы каждый гражданин смог сохранить и приумножить свои деньги, строительство страны разработало стратегию повышения уровня финансовой грамотности населения. И сейчас мы стоим на пороге одного из важнейших ежегодных ее событий — так называемой Всероссийской недели финансовой грамотности. Шестая Всероссийская неделя финансовой грамотности является продолжением Всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи и недель сбережений для взрослого населения. Данные мероприятия ежегодно проводятся с 2015 года при партнерстве более 70 организаций по всей стране. В финансовых неделях уже приняли участие около 12 миллионов граждан. Их основной целью является обеспечение массового распространения, просветительской и достоверной информации, необходимой для грамотного решения финансовых вопросов среди россиян различных возрастных категорий. Активный участник и партнер мероприятия — финансовый отряд Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского. Студенты нашего вуза — одни из первых в стране среди сверстников — начали заниматься финансовым просвещением в школах и детских садах. Несколько дней назад, например, старшеклассникам 21-й школы Ярославля рассказали про пенсии. Молодежь нам тоже очень важна, так как виды пенсии бывают разные. И в различных ситуациях нашей жизни они нам могут пригодиться. Мы стараемся использовать различные формы и приемы, но для старшеклассников это лекционно-практические занятия. То есть им сначала выдается материал, а в конце уже происходят какие-то практические задания, мы с ними рассуждаем, устраиваем дебаты. Это очень кропотливый и тяжелый труд, потому что приходится самим как бы искать информацию, ее предоставлять в такой форме, которая будет понятна ученикам или воспитанникам детских садов, чтобы это было для них доступно. Многие материалы и задания ребята берут на интернет-портале «Ваши финансы». К слову, именно на его платформе пройдет в этом году Всероссийская неделя финграмотности. Ресурс подходит как профессионалам в сфере экономики, так и обычным гражданам. Причем пол, возраст и даже темперамент значения не имеют. Здесь есть финансовые игры, видеолекции, тесты и викторины, буклеты, даже экономические комиксы. Помогают студентам в подготовке мероприятий областные финансовые институты. Сейчас мы развелись, работаем с региональным центром финансовой грамотности, сотрудничаем с различными банками, с Центробанком и различными налоговыми службами. Пока в прицеле экономического просвещения финотряда только город Ярославль. Но у ребят уже есть опыт работы и в сельской школе. В будущем его хотят расширить и проводить занятия по всей Ярославской области. Поступают запросы от аудитории различных возрастных групп. Это и дошкольники, и школьники, и даже взрослое население. Как пользоваться картой, как себя обезопасить от финансовых мошенников. И поэтому это является объектом нашего исследования. Поэтому с удовольствием сами погружаемся в эту информацию и с удовольствием доносим ее для тех, кто в этой информации нуждается. Именно это сподвигло нас на создание вот такого финансового отряда. Для того, чтобы, почему-то, решать важные задачи, стратегические задачи повышения грамотности. Эта компания не могла оставить нас равнодушными. И поэтому Ярославский государственный педагогический университет активно включился в эту работу по повышению финансовой грамотности в регионе. С другой стороны, сами ребята получают большой опыт. Ведь большинство из них планирует связать свою жизнь с преподаванием экономической теории. Вполне возможно, именно этих ребят мы скоро услышим в качестве главных экспертов на Всероссийской неделе финансовой грамотности. Пока же они будут набираться опыта у старших коллег. Продолжение следует...